Сегодня стало известно об открытии уникального нефтяного месторождения в Охотском море. Его обнаружили после сейсморазведки и 3D-обследования Сахалинского шельфа. Запасы углеводородов по оценкам равны годовому объёму нашей добычи. Репортаж Салим Изариф. Его назвали Тритоном в честь античного морского бога сына Нептуна. Нептун на карте месторождения Газпром нефти в Охотском море тоже есть. Совокупный запас Тритона и Нептуна — более 550 миллионов тонн нефти. Столько Россия добывает в год. Данное месторождение является уже вторым открытым нами нефтяным месторождением на шельфе Сахалина. Начиная с 2017 года уже можно уверенно говорить о создании такого нового полноценного нефтедобывающего кластера. Это открытие имеет важное значение как для нашей компании, отрасли, так и для региона в целом. Поскольку, безусловно, освоение этих месторождений будет способствовать развитию инфраструктуры острова, его морского порта. Аяшский лицензионный участок в 55 километрах к северо-востоку от Сахалина. К бурению приступили после глубокого геологического изучения. Сейсморазведку ввели на территории в 2000 квадратных метров. Тем не менее, редко бывает так, что первая же попытка оказывается успешной. В случае с Нептуном, а теперь и Тритоном, бур сразу достиг продуктивных нефтяных пластов. Шельф является одной из главных кладовых, которые пока еще не разведаны, и запасы которых явно огромны. И их предстоит разведать и освоить в скором времени. Это и шельф Охотского моря, это и, если шире посмотреть, чей арктический шельф. Изученность арктического шельфа, для примера, сейчас составляет всего 10-11%. Для бурения использовали высокотехнологичную полупогружную установку шестого поколения. Она как айсберг. Над поверхностью воды лишь малая часть. Очень устойчивая. Не должна смещаться ни под напором мощных сахалинских ветров, ни даже под натиском льдов. Бурить может на глубину до 7 километров. Месторождение Тритон обнаружилось на отметке в 3. Одна из важных особенностей работы «Газпромнефти» на шельфе — принцип нулевого сброса. Чтобы не пострадала экология Охотского моря, весь буровой раствор собрали и вывезли на сушу для утилизации. Месторождение еще не изучено до конца, так что к полномасштабной добыче нефти там приступят не ранее, чем через 5-7 лет. Салим Азарев, Евгений Костин, Дмитрий Лукашевич и Галина Орлова. Вести.